С молитвы, а вместо обеда может пойти церковь. Особенно сильно его интересует отпущение грехов. У нового министра обороны России нашли виллу в Италии, счет в Мальтийском банке и молитвы Богородицы на каждый день. Я думаю, что это ведь не секрет и неудивительно, что министр Андрей Белоусов, новый министр обороны, если уж он был экономическим советником у Путина, он должен быть богатейшим человеком. Но не бывает рядом с Путиным бедных и нищих. Бывают супер богатые люди. Чем и является, вернее, кем и является Андрей Белоусов. Поэтому, что у него нашли виллу где-то там, я думаю, она не одна. Я думаю, собственности у него много, но это не является теперь преступлением в нашей стране. Я не знаю, какое преступление нужно совершить, чтобы это было преступлением со стороны богатых людей. Со стороны бедного населения любой шаг – это преступление. Любые мысли, даже не озвученные, тоже преступление. Любое непредательство считается предательством. Это я имею в виду ученых, которых вот еще одного на днях посадили. Ему 77 лет и дали ему, кажется, 12 лет колонии. Причем не поселения, а, по-моему, строгого режима. Да, за предательство, госпредательство. Человек всю жизнь прожил, вот ему 77 лет, да, всю жизнь прожил в стране, в России. Никого не предавал. Работал на тех предприятиях и организациях, которые были ему под силу и в которые его рекомендовали. Когда-то кто? Да те же самые высокопоставленные сверху чиновники. И он выполнял это все. 77 лет его посадили. Ну, вероятно, для того, чтобы работал дальше бесплатно. За пайку хлеба, чтобы выжить, за угрозы родственникам. Ведь 37-й год, все повторяется, друзья. Ничего нового, ну, может быть, более жестче будут меры. А так, это будет человек безымянный в шарашкиной конторе, который будет работать на благо страны только для того, чтобы его накормили. Чтобы он не умер от голода, он будет на это класть все свое пузо и здоровье, я имею в виду, весь свой ум. Да, будет делать и работать в шарашкиной конторе за бесплатно. Поэтому на 12 лет его и посадили, чтобы просвета дальше он не видел. Итак, министр обороны Андрей Белоусов владел виллой. Владел, пишут в СМИ, а не владеет. Значит, на кого-то уже переписали. Виллой в итальянской коммуне Форта Диамармию на берегу Теренского моря. Так выяснил центр досьей, изучив письма в его электронной почте. По неизвестным причинам чиновник, на тот момент занимавший пост помощника президента по экономике, решил продать эту недвижимость в 2018 году. Особняк оценивался в 600 тысяч евро с возможной скидкой в 60 тысяч из-за срочности. В качестве покупателя в контракте указан гражданин Великобритании Артур Левин. Примечательно, что номер его британского паспорта полностью совпадает с похищенным документом, который использовали в 2013 году сотрудники израильского МОСАДа при убийстве одного из лидеров Хамаса в Дубае. Что это, друзья? Вот, ну, никак, ну, никак, знаете, не складываются пазлы. Или наоборот, слишком четко так сложится, что об этом даже думать не хочется. Вот что происходит, да? То есть номер паспорта гражданина, который выкупил виллу у нашего нынешнего министра обороны, совпадает с похищенным документом, который использовали в 2013 году сотрудники израильского МОСАДа при убийстве одного из лидеров Хамаса в Дубае. То есть паспорт запачкан убийством. И это никого не интересует. Чувствуете, да? Политика совершенно иная. Она вот сейчас показывает вам просто свое обнаженное тело. И все больше и больше обнажаясь перед людьми. Люди немножечко обожествляли раньше политику и политиков, и чиновников высокопоставленных. А вот интересный факт. За год до продажи виллы Белоусов положил на счет в Мальтийском банке банков валетта 600 тысяч евро. Это почти 36 миллионов рублей по самому низкому курсу на тот момент. В 2018 году банк прислал чиновнику письмо с просьбой подтвердить происхождение средств. Согласно декларациям Белоусовым, за 2012 и 2017 годы он заработал суммарно 47 миллионов рублей. Таким образом, чтобы накопить 600 тысяч евро, он должен был 5 лет откладывать большую часть своей зарплаты. Банков валетта отказался предоставить информацию, заморожен ли счет Белоусова из-за санкций Евросоюза, введенных в связи с вторжением России в Украину. Единственное, что могу сказать, друзья, мальтийские банки, в данном случае банк у фалета, они не дают никому, тем более российских чиновников, открывать просто так счета. Счета открывать в своем банке. То, что он запросил, скажем, подтвердить легитимный средств, это нормальное явление. Это явление, которое, ну да, предоставил, и его никак не заморозили. И не могут заморозить, потому что уж если открыли в Мальтийском банке, то закрывать точно не будут. А сам факт открытия Белоусовым средств в Мальтийском банке говорит о его очень высоком, теневом статусе. Потому что для того, чтобы открыть счет в Мальтийском банке, нужен очень высокий статус. Статус международный. И не просто статус барона какого-то, который, печатая деньги, бесконечно у себя на вилле. Дело не в богатстве, дело в статусе. Вот что я хотела подчеркнуть этим Мальтийским банкам. Итак, уже тогда, в 18-14 году, у Белоусова был очень высокий статус. Статус как раз Мальтийские ордена, Мальтийские масонские организации. Все это входит в одну такую сферу понимания. Также из личных документов нового министра обороны выяснилось, что он составил для себя жизненное кредо. Как указал сам Белоусов, оно заключается в следовании пути несения креста, смирении, покаянии и поиске Бога, служении делу, помощи людям и саморазвитии. Судя по распорядку, каждый свой день чиновник начинает с молитвы. Также Белоусов дал семь обетов Богородице. Они перечислены в документе, который он пересылал сам себе около 20 раз с 2013 года. В нем чиновник обещает Божьей Матери заниматься ежедневным планированием и спортом, читать по 30 страниц в день, не гневаться и не завидовать, правильно питаться, каждый день молиться о родителях и соблюдать правила секс-гигиены, блюсти чистоту к женщинам. Из личной переписки Белоусова стало известно, что последний пункт представляет для него особую проблему. Но проблемы этого рода я не разбираю на своем канале, это их собственное дело. А вот что касается молитв еще Богородицы, память родителям, то есть чтение молитв за родителей, это, друзья, важная вещь на самом деле. Потому что когда человек взрослый, и он думает, что он все может сам добиться в жизни, никуда не денется фактор родительской любви, фактор родительской привязанности. Даже если ты не находишься в любовных таких близких отношениях с родителями, если у тебя претензии к родителям или еще что-то, если есть претензии к родителям, они всегда скажутся на вашей работе и на вашей карьере. Всегда не будет такого, чтобы эти претензии ваши личные, ваших личных взаимоотношений с родительским эгрегором, с родительской энергией. Если они войдут вдруг в конфронтацию, в нелюбовь, или вы забудете, что тоже одно и то же, забудете о родителях, о понимании и почитании их, то у вас будут большие проблемы в работе. Поэтому, насколько я понимаю, все люди верхнего состава, вся элита, которая находится вокруг Путина, они чтят своих родителей. На особом статусе у них матери. Поэтому здесь Белоусов читает молитву Богородицы, матери. Это по низам, нижнему составу дает возможность зайти в один город, изнасиловать девчонок, женщин, старух, зайти в другой город, изнасиловать женское население. А люди наверху, они не занимаются этим. Если занимаются, то, наверное, как-то, не могу сказать, друзья, не разбирала я эту тему, знаю, что тему Богородицы, тему матери, они всегда чтут, и для них, для каждого. Это очень важное явление. Я когда-то вам рассказывала про Рамзана Кадырова. Как бы он паршиво не относился к женщинам, я имею в виду сопломбом, он царь, да он, может, все, что угодно, к матери он имел особое отношение. Всегда. И как только его не стало, мать уехала из его дворца, потому что находиться во дворце мать не может. Все, кто угодно, могут врать, лгать, да, изображать что-то, но мать не может. Ее сердце принадлежит только одному, своей любви, Рамзану. Это нужно понимать, каким бы Рамзан ни был для вас неприемлемым, да, но для своей матери он самый лучший сын на свете. И также касается всех других министров, они чтят своих матерей, и поэтому они удерживаются на плаву. Я знаю одного из теневых деятелей Кремля, взрослый, уже пожилой мужчина, но его мама, я маму знаю, и его мама – это особое место. Она и живет с ними, жила, вернее, да, она и жила с ними тогда, с его семьей. Она всегда была рядом. То есть его мама – это не мама его мамы, это его мама. Она для него самый лучший защитник в ядовитой среде. Ведь даже находясь наверху, даже если ты высокий чиновник в Кремле, ты все равно видишь, как разъедает тебя вот эта вся общая атмосфера человеческой негативных эмоций. Зависти, желание убить, подсидеть, и только любовь матери, если ты ее каждый день подогреваешь, если ты каждый день видишь свою мать, если ты каждый день ей говоришь, мама, я тебя люблю, если ты каждый день прижимаешься грудью к своей матери, это самое важное спасение для каждого большого чиновника. Ну, а вы уже воспринимаете, друзья, ваши действия, как вы хотите. Я никому не навязываю. Я рассказываю, как это есть со стороны любви между Богородицей и ее сыном. Каждый высокий чиновник – это сын, сын Богородицы, а его мать – это Богородица. Знакомые с Белоусовым характеризуют его как истого православного человека, который каждое совещание начинает с молитвы, а вместо обеда может пойти в церковь. Особенно сильно его интересует отпущение грехов. В числе других своих принципов Белоусов называет Ахимсу – ключевой добродетель индуизма и буддизма, главный смысл которой заключается в отказе от причинения вреда живым существам. При этом в его почте обнаружились документы, свидетельствующие о том, что он участвовал в работе ЧВК «Вагнер», курьируя ее от государства и неоднократно встречался с ее основателем Евгением Пригожиным для решения различных проблем. Помимо этого, Белоусов занимался хозяйственными вопросами Министерства обороны, как в должности помощника президента по экономике и также, когда был на посту вице-премьера. Источники, близкие к руководству военного ведомства, называют Белоусова «ястребом», сторонником жестких решений, пользующимся личным расположением Путина. Он был посвящен в желание президента. Вроде советник, но доверенный. Президент предложил назначить Белоусова, вы знаете об этом, главой Минобороны вместо Сергея Шойгу 12 мая. И вы также должны понимать и помнить, что новый министр не служил в армии. Ну, впрочем, как и сам Шойгу, бывший министр обороны. Собственно говоря, это ничто не меняет, ведь явно человек должен быть профессионалом. Что касается Андрея Белоусова, друзья, здесь мы не можем поспорить. Он профессионал. Не важно даже в экономике ли он профессионал, он рядом с президентом, он знает страну, ее отчаяние, ее проблемы. Я сейчас не заступаюсь за него, как за министра обороны. Человек-профессионал. И когда такой профессионал приходит, мы понимаем, что министерство будет работать по-другому. Как по-другому уже зависит от их внутренних решений, планов между президентом страны и Белоусовым и их 12 апостолами, то есть чиновниками, самыми приближенными к Путину. Это обычно 12 апостолов. Широкий круг – это 22 апостола. Так что вот такая ситуация, друзья, у нас с вами. Без конспирологии мы никуда не денемся. Но так вот, да, так мир наш устроен. Ведь каждому хочется к чему-то прикоснуться. Видите, Белоусов молится, молится Богородице, за грехи молится, ЧВК, участник ЧВК. Да, друзья, это важные моменты, но, вероятно, у него есть какие-то слова к Богородице, которые его оправдывают. Или он сам себя оправдывает. Я Таня Карацова, Сеидбургхан. Сегодня у нас 24 мая 2024 года. Сеидбургхан. 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 Сеидбургхан.